Девушки отдыхают. 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 и помёрзла. Такая жизнь... С какого года? Респондент... Так... Другий респондент... Скажу зараз... 26-го. У другого респондента... То есть это рассказывал респондент 26-го народжения? Да. У его отец воевал гражданскую войну. И он пять год отвоевал, ловил махно. И он рассказывал историю, которые не ловили махно в Шевастополе. А после, как его отец устрел махно в Варшаве. Люди рассказывают приводы разные? Нет. И он очень серьезный дядька. Такий серьезный дед. Ну, а первый респондент... Скажу такую фразу, которая характеризует, напевно, всех... Большинство респондентов. Власть, какая есть, такая и добрая. Как играют, так и танцуют. Еще сказал, что Сталин был старый Гитлер. Да, Сталин старый Гитлер. Я просто, когда сейчас работал в Сходной Беларуси, пригадал то, что было в прошлые годы. Потому что это совершенно информационная бедность сразу. Это вельми складанно разговаривать с людьми. Не потому, что... Ну, в принципе, они так сами, что готовы рассказать. Или часто им просто нема чего сказать. И это поравнание с теми жукарами в Сходной Беларуси, которые так само два-три годы учились или в польской школе. Это совершенно... Ну, саправды, вот, узровень просто мысленный, кругоглядный. Но, конечно, не живешь. Может, не только потому, что школы там были разные. Потому что эта работа в Колгасе и другие. Ну, тут вот... На заходе интереснее разговаривать, потому что тут больше неких сюжетов. Тут неких так... Ну, люди включаются в эту разговую и больше активно ее поддерживают. В немцы я родилась, и, значит, наша вещь была на выгнанию. Недалеко был фронт. И в нашей вёсты никого не было. Мы, как называли, выселены были. И мы, наша родина, значит, отец мой... Был молодой, я еще мил 20 лет. Отец мой, дядуня и бабуня, были... Мы были за Швирем, за штанами, кстати, ляпцы были. И там они были поселившись, и там жили. И там... Отец у Женевки, там я родился. В 18-м року воев был. А я еще все эти, то есть Швира, на костелы, ездили с немцами, я еще ехал провожать. Я с 26-го года. Десять октаров земли было. Держали мы две коровы, коня, восемь-десять овечек, гуси, куры на десять октаров земли. Я пошла в шесть год, я в десять, кончила четыре. И меня как кота шкодного повезли в Карелич. Поместили в бурсу. Дети тяжко было учиться. Кто Карелицкий, кто Карелич близко, тем добро, тем до дому пойдут. Ходили в лапчах, кто хотел учиться, я ничего скажу. Учак было. Кто лепее одеты, кто учитель, полицеанта. Дети лепее одеты. Мы звездки уже горой были. Но нам же ж и платить. Вот у меня есть бурсы. Вот фотография нас с таимом ученики. Нам за эту бурсу требало за месяц платить, знаете, сколько? Шаснадцать злоты. Шаснадцать злоты – это восемь пудов хлеба за месяц. А как за десять месяцев? Так восемьдесят. Пошла в двадцать седьмом году. Первый год пошла до школы. Мил он девять лет. Ну, пришла до школы. Пытал на учитель, который рочник. Не wiem, ничего не раздумал. Что-то за рочник, не wiem. Дали, принесли книжку. Может, в четвертый год. Четанка такая. Я зараз им отжарила, отчитала. Еще здесь помню этот вирс. Мой врубейку шаре псаше. Ты не летишь, ты не ржуточь в страны наши. Ты не летишь в края инне, Боя Кохаш Бородина. И ты не летишь. Ему отчитала. Одразу напишет. Слушайте, это в первой классе нема то садится. Вот читать в четвертом партий классе. Может, кто уже читал, дядя ему читала. А мне дядя не научил, когда вам четыре лета, и по-польски научил читать. Ходила в польскую школу, в Карельце. Чеми годки. Уже в годцы-то и говорить нема что. Что только на уроке польска. Как перерыв все на белорусском. В Карельце все мигодка. Говорили оно. Ну, полицеантов, дети. Там херовника школы, дочка была. Да ну все. Тута я по-польски говорила. И дома это. А мы все, как вышли, все по-белорусски. Мы поглядали скоса, кто говорил по-польски. Як теперь глядять, кто по-белорусски говорит скоса, так тады по-польски глядили, кто говорит белорус. А так все. Белорус не признала, что поляки, все поляки с копытами. Все скопыта поляки. Год будешь у меня не работать. Будем ездить в повесках, шить, учиться. Али, как заплатили мне, что я тебе навучу. Али, хочешь, со мной будем работать. А хочешь, сам с вами работай. Двести злот заплатишь. Год будешь учиться. Ну, двести злоты при Польше было. Злот – это бутылка водки. Злот – это килограмм сала. Это два злота – килограмм сала. Два злота – килограмм масла. В курсе был доляр. Доляр в курсе был. Дего ж там не платили этим долярем, а лишь цоколик – то ж доляр. А найгожий было, что? Было мало, да? А был посох. Если не можешь доляров, то не выйдешь замуж. А я слышу, где есть доляры, то коли слышать, то там емцы купуемцы. Доляр докурсовал. Девять – он, может, восемь злотый был. Девеньче злотый был доляр. Косу бить надо. Была и пословица такая. Кого надо бить? Троих. Первое – надо бить жёнку, косу. Ну? И масло и крабить надо бить масло. Это такая поговорка была. Вот. Вот. И… Декватата, пока не встанете, а что называлось так? Говорили. Устаюсь до солнца. Что еще злоу не взошло? А надо бить косу. Так Чемно Значит А были такие поля Или местами Кустарники надо косить Полтора километра два А то это пан У пана Мой тата покойный брал Так у нас была семья великая Работать было кому Так он раненько Устает до слонца и деть Пока зайдет это полтора-два километра Уже слонца поднимается Тады он там бъедь косу А теперь слонца вон А еще это Похмеляется Или вчера напимся Так сегодня не пойду на работу А працавали люди Боже, боже, я працавал А у нас кали горелка пошла В 1939 годе До 1939 Там крючок был Это грамм сто Таки тонненький Пол литра Шакуш Ну 250 Литр Литр горелкой Каштовал фут хлеба Два злота Это жито Фут 16 килограмм Требовало два злота заплачить Теперь корова Каштовала 50 злот Яйцо Вот у чего помню Три гроши Лето Ну зимой будет более Это три копейки И все Люди не пили Весело Сядут Две рунки И Передают Один на три раза Обнесились Ну благословите И поехали Приехали И знову Я пьяных у везцы Не бачила Пьяниц Не то Женщин Мужчин не бачила А женщин падавно Никто не напивався А я к 39 И к начале гнать Эту горелку Батька мой не гнала Ли все равно отдавала Там не знают Сколько ему Запут 6 литров Че што Им же брага оставалася И шеша станется И гадак вовсегда А партизанщина Далее Щоб они стали гнать Поставкинек Ни сюды Ни туды И уше Самогонка И гэта самогонка Шмат губила И партизан И немцев Уших Бо я понапиваюця Вжо чалавек А як советы пришли Дек тады Шмеліся Литва Там бронілася Кто за бронь А муви Беларус Забрагу Его кусты Водку гнать Беларус И втеда Советы пораспущали Пьяниц Нарабилася Все тольки гнали И тепер пьяниц Учеб пьяниц Як пришли Научили Водку гнать Ещё Тельку Пшесовет А втеда Оооо Было так Срока Братки мой Те дек Пшесовет 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 Знаю Пшесовет Не Не было Слиху Чтобы там Самогонки Мало Боже Борой Я Памятаю И в 39 К Советы Пришли А мы Разгарим Все Чакали Гэты Гэты Рады Были Думали Учё Рожямим Рот Манна С неба Будь осыпалась Оно же Эта манная горка Ясыпнулась Што Зрабили Браму Як Вовда Потолка Две Берозы В сию Кветка Тут Стол Поставили Заслали Абрусом Рушник Хлеб Соль Спотыкатель 24 Сверпня Первая Мобилизация Была И то Был Чвартек А На первой Выбухла Война А На первой Мобилизации Можешь Пошли Если Не женат И В тебе Был А часть Воинская Стояла Калерички Ну Другая И они Не видели Что у нас Хлеб Мы можем Дать Там На востоке Скалхоза Что ж Дадут Фигу Так Чакать Чакать Нема Мы уже Думали Не придуть Бегуть Несуть Две Булки Хлеба А за Этой Хлеба Пар Столбом Иде Пар Столбом Мама Я глянула О, мы ждали Хлеба А детки А ваши Животы Будут болеть Горячий хлеб И молоко И молоко Сладкое Там И она Поставила Шаши На Че хлеба Один Одного Не понимает Так Гэта Солдат Кажа Хазайка А сколько Ты зарабатываешь Двести 500 килограмм А кто Че бухче Ровно Сигням Треба Че бухче Хазайка А ваша Сколько Мама Кажа За раз Более Дашь Гэт И звонок И она И снова Не понимает Потом До нас Заехали Двор Велик Футара У нас Четыре Хазайва Выбралися К нам Усё Гэт Папало И заехали Во двор Все Думают Что там Казали Что мы Тут Голодные Памираем З голоду А они Там Гэт Выедаются Гэт Начальник Лягкавая Пошля Войны Победа А я Не знаю Тады Шуя Пагонов Не было Лычики Ромбики Гэт По Што Заехал У нас Пастушка Была Малая Пасила Короба Так И он Девушка Ходи Седы Подходить И он Достает А тады Шуя Не было Цавапановых З этого Чамадана А бензин Запах Дыржо Чорстый На тебе Булочку Та я Обхучила И она Думала Что она Не бачила У свеча Той Булки Та я Приносит Четя Отдайте Курам Чищевням Глянь Газа Булки 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 Объцали Чи земя Али не Ей плоды Плоды Не объцали Али земя Объцали Тобе А як Прошли Ще Одразу Советы Ну не дзиво Бо был Бардо Бедный Народ И то Малянскова Земя Зачели Делить Малянскова Земя Ну и че ж Такие Семпатики Кто ж Прzejмывали Зачели Межать Комперовками Межали Ковалки Земя Уже так Летели Люди Брали Шмыслели Ах Земя Дарму Дарму Панские Земя Земя Доброе Другого Она была Это Земя Даже Показали Свое А нас Жу Что Посадили Клетку Западных Освободили Мышу Минск Не поедешь Без Визы Вы Понимаете Вы знаете Эту тень За столбцами Граница Была До войны Закрыта А визу Получить Это Чашка У меня Батькова Сестра Была У Минска Так И они Две Двоюранные Были Четка Была И дядька Был А нас Тут Два Ее Браты Две Сестры Никто Туда Не попал Уже В 41-м У меня Дядька Поехать С-под Корыльича До война И все Вот Тады О Война Открыла Границу Освободили От По-нову Освободили И освободили От Дешего Первый Шлях У колхоза Ну просто Низ не платили 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 У нас Колхоз А что Такое Колхоз Забирается Тебе Землю От Эти Ты должен Исти Работать И Что Тебе Напишет Трудодень Получил Ты Трудодень Куда Хочешь Тебе День Я Ктен Мой Я Ктен Мой Я Ктен Мой Еще Венженю Кто Был То Не Забудет Ай Кто Был То Не Забудет Не Не Поймите Кто Не Был Колхоз Злодей Злодей Ловил Шестикрад И Не Лечили Жекрад На Абьор И Вот Так И Было Пришли Советы Давай С Футаров Сгонять Им Пришлось Перебудовывали Еще Тридцать В Чем Годе А Уже Пятидесятом Анука Назад Бо Уже Колхоз Пока Единоличество Нас Спасло Единоличество И Партизан Тут Спасло Потому Что У Людей Было Красная Армия Як Отступала Кто Ей Продовольствие Давал Кто Ей Одевал Переодевались Пускали И Уже Уже Кормили Я Помню У нас Пришло Ну Вот Такого Комната Где Соломы Наслали Вот Так И Солдаты Балетом Поклали Як Наш Некоричеводец Могил Ну Что Наговорю Бодж Коррештантов Бодж Коррештантов Наговорю 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 Сам Наговорю Ну Наговорю Маг Вот Вот Приклеено Олькипаде Сорвали вики. А тут же были ступеньки. Прогом. Красота была. Во! Оля, большевики гризли. Во, как они гризли. Зубилими кувалдами. Во! И им сказали, что вы ничего не сделаете. Думали я его взорвать. Но не разрушили люди. Вот так, детки, история. Вот так, детки. Аплодисменты. А то скажут, что колхозницы гультайки. Ну, и она таки сказала цикавые речи. Про репрессии говорила. Сказала таки две поговорки. Первый год мои граждане, все житые начальники. У Сибири кулаки, у колгася дураки. За эту поговорку человека посадили на 10 год. Я еще до межа была, а мать ей разговаривала с сестрой про межу. Перешептывались. Так, перешептывались. Казали, как никто не видел. Грабли сеной перешептывались. Тихо, 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 тихо разговаривали, как никто не почувствовал. И она сказала про то, да. И вот, весьма цикавый был просто один момент. Он просто наибольший меня в радио ухипал. Там шмат было цикавых моментов в этом оповеде. Женщины с звездки Черкасова. Алина четыре раза в разных местах своего оповеда наказала про то, что робится сегодня с людьми. Яны же не пеют. Вот мы были голодные там, разутые. Или мы пеяли, таншили там, пели там. Было столькие песни. А зараз Яна Якина сказала, надевшися, подъевшися, Тихо, 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 тихо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.